25 фильмов представили российские кинематографисты на широких экранах в Австралии в этом году. Открытие фестиваля «Русское возрождение-2012» проходило в зале Сиднейского кинотеатра «Чевилл» в Пэддингтоне. Организатор фестиваля Николас Максимов представил гостей. Пожелал успеха фестивалю и приветствовал зрителей член парламента штата Новый Южный Уэллс Чарльз Казучелли. Представитель фонда «Русский мир» Георгий Таларая отметил важность и значимость этого культурного события. Фонд «Русский мир» является одним из спонсоров фестиваля. Фестиваль представил австралийским зрителям подборку фильмов по произведениям Антона Павловича Чехова, фильмы об отечественной войне 1812 года и другие картины. Открыл фестиваль фильм режиссера Алексея Адрианова «Шпион». Я первый раз приехал на этот фестиваль, и это было приятно, что это был фильм-открытие. Кино снято по литературе, по достаточно известной книге в России. Это художественная книга, это придумка, она написана достаточно иронично. Фильм снят специально таким образом, чтобы было подчеркнуто, что это придуманная история. Допустим, для нерусского зрителя, к примеру, русскому понятно, а для нерусского зрителя я, честно говоря, не знаю, потому что русский кинематограф, он в принципе рассчитан на внутренний рынок. То есть в основном истории и то, что снимается, они рассчитаны на людей с русским восприятием. Ну, любое кино, оно в любом случае интернациональное, потому что кино – это в первую очередь рассказ про человека. Вот, если что-то общее у австралийского зрителя будет вместе с героем, то я думаю, что ему может понравиться какая-нибудь эта картина. Мы еще не успели посетить очень много мест, мы только вот второй день сегодня гуляем по городу. Вот, ездили в зоопарк, на самом деле здесь очень приятно, очень доброжелательные люди. Одной из картин фестиваля стал фильм «Искупление». Дмитрий Перкулов является продюсером этой картины. Это фильм о послевоенном времени, 1946 год, первый послевоенный Новый год. И фильм тоже достаточно тяжелый. Он показывает, через что прошел наш народ в послевоенное время и историю о взаимоотношениях людей, о любви, о правде. Фильм «Жила-была одна баба» рассказывает о жизни русской деревни в 1909-21 годах через судьбу тамбовской крестьянки. Дарья Якомасова блестяще сыграла в ней роль Варвары. Это моя профессия. Как бы, кто на что учился, как говорится. Конечно, тяжело физически было, уставали все, были какие-то трудности. Но все, результат как бы на экране, и обратной пути уже нет. Поэтому, наверное, на данный момент это моя самая главная роль. По первому образованию я пианистка, поэтому у меня абсолютный слух. И из-за этого, я думаю, мне достаточно легко давались эти тамбовские старые диалекты. Но пришлось попотеть. Начальника особого отдела в фильме «Жила-была одна баба» сыграл актер Виталий Кищенко. Я некоторое отношение к ней имею, к этой картине. Я там сыграл небольшую роль. Там очень много вырезали из этого фильма. Но, тем не менее, я все равно очень рад тому времени, когда я провел у этого режиссера. И я сегодня эту картину смотрел первый раз. Это очень такое настоящее кино. У меня просто не было времени все это посмотреть. Ну, как-то так случалось. На примеры я не попадал. И вот сейчас я с огромным удовольствием это все посмотрел. Ну, и вообще, на этот фестиваль, я думаю, здесь нет случайных. Русских картин. Здесь все картины, о которых действительно есть что сказать. Все гости из России, кто впервые посетил Австралию, получили массу новых впечатлений. Сегодня я видел кенгуру. Я их кормил, да. На картинках они веселее выглядят. Так такие грустные, такие трогательные. Очень нравится. Я очень не хочу уезжать. Я очень надеюсь, что в следующем году у меня будут новые фильмы, которые мы сюда привезем, потому что Австралия, это, конечно, мечта моего детства. Я всегда хотела здесь побывать. Здесь потрясающие добрые люди, искренние. И мне кажется, это большая редкость. Я очень много путешествую, но вот в Австралии впервые. После небольшой паузы мы продолжим нашу передачу. Продолжение следует...